Уважаемые товарищи, дорогие друзья, уважаемые организаторы, в России бывают разные времена известны. Яркие, поднепные, тяжелые, драматичные, вязкие, подлые, блистательные, успешные, разные времена. Но у нас будто бы не бывает времен неважных и времен неинтересных. Это потому, что в России пожары не бывают периодов неполучительных. Каждый период нашей истории, истории нашей большой, многонациональной страны, в редкости времен как будто нарочно служит призман служить, важным уроком, важным основанием для размышлений, для крупных выводов. Вот сейчас мы все вместе стоим на пороге очень сложных времен, времен противоречивых, со многими вызовами, многими надеждами, поучительных и судьбоносных событий. Чем сложнее времена, тем важнее уметь их глубоко осмыслить, и тем важнее мечтать. Человечество всегда накапливало опыт, накапливало знания, стремилось в будущее и мечтало. Оно, как разновенно, мечтало обустроить нашу жизнь, наше общество на все более надежных, все более прогрессивных и все более справедливых началах. Вот цитата Ленина, не попаймите, а прямо по тексту, точная цитата – мечты. Без мечты человек превращается в животное. Мечты двигают в прогрессе. Величайшая мечта – социализм. Ленин при этом отмечал, что достижение этой мечты не приведет к тому, что люди будут чавкать у корыта и радостно хрюкать от изобилия. Наоборот, говорил он, осуществленная мечта о социализме откроет новые горизонты, новые кондиозные перспективы для самых смелых мечтаний. Надо мечтать, убежденно повторял он. Жизненный путь философа и гражданина Александра Александровича Зиновьева стал наглядным примером того, что в России ты будешь признан мыслителем только в том случае, если ты умеешь мечтать. Мечтать не о шкурном, мечтать по-другому. Мечтать о том, как, благодаря чему, твой великий многострадальный народ может гарантировать себе большое, достойное и справедливое будущее. Мой приход в активную политическую жизнь случился в нас в деки временах студенческих и преподавательских. Это было в том время, когда мы потеряли нашу большую великую родину, Советских Социалистических Республик, столетие создания, учреждения, которые отмечаем в декабре текущего года. Тогда же случился запрет коммунистической партии, в которой я не состоял, но случившееся со страной и с этой партией считал категорически несправедливым оставаться в стороне от событий. Было уже невозможно. Было тяжело писать об этом, о влиянии поэт так. У них и власть, и сила, и штыки, и золотом набитые мешки, и меч над головой моею. А у меня есть только я, мое, перо, душа, судьба моя, и голос бунтаря, и соловья. Посмотрим, кто сильнее. Даже в те дни, когда не все выдерживали, когда рассталась жизнь Юлия Друнина, нам, молодым, хотелось не просто сопротивляться, нам хотелось побеждать. И вот тогда эта Зиногевская переумнить противника стала очень важной и большой надеждой, важной подмогой, стимулом, принципом действий. Стала стратегией и тактикой для тех, кому была небезразлична судьба России. Всего два слова. Переумнить противника. Но как много оно давало и дают сегодня. И как важно, что эти слова сказал не наш противник, а наш соратник. Позже, уже потом, годы спустя, когда я стал работать рядом с Геннадем Андреевичем Зюгановым, я вдруг обнаружил, что и он нередко, охотно и очень местно вспоминает эти слова Александра Александровича Зиновьева. Переумнить противника. Он очень любит эти слова, как любит самого Александра Александровича, с которым был близок к возвращению. Которого народно деятельно содействовал. В эти самые минуты Геннадий Андреевич участвует в таком же достойном собрании, как здесь у нас сегодня, в колонном зале, выступает на вечер встрече поколений. И отдает дань уважения тем, кто дает дань уважения в день столетия, в день годовщины со дня рождения консомола, в день истории Александра Александровича Зиновьева, тем поколениям, которые сделали так много для создания нашей большой, великой Родины, а отстроили ее, отстояли в боях и походах. И действительно нам повезло сегодня отмечать две эти даты, день рождения консомола и этот большой, важный юбилей в 100-летие, со дня рождения великого русского мыслителя. Геннадий Андреевич, председатель Центрального комитета КПРФ, передает вам всем низкий поклон. Да, действительно, в России наступают сложные, суровые, противоречивые времена, большие угрозы, большие надежды, наверняка большие возможности. И именно поэтому востребовалось Александра Александровича Зиновьева, его наследие в наши дни, несомненно. В этом, наверное, заключен главный тот его жизненного и его творческого пути. Ибо со времен Маркса лучшие философы вставили на лицевую задачу не только объяснить мир, но и изменить его. А наследие Александра Александровича Зиновьева помогает нам менять мир к лучшему. Спасибо.